Площадь Советов города Кумиртау, Республики Башкортостан. Территории, опережающего социально-экономического развития. На первомайскую демонстрацию в этом году собралось более 100 организаций и предприятий города. В этом году город будет праздновать 70-летний юбилей начала строительства. Во главе колонны по традиции идут поколения градостроителей. Спортсмены, политические партии, работники сфер культуры и образования вышли на центральную улицу города, чтобы поделиться настроением и показать городу свои достижения. Я с детства с родителями, потом с мужем, с детьми мы всегда приходили на майские демонстрации. И сейчас мы, как говорится, эту традицию не меняем и постоянно, каждый год приходим на демонстрации. Это яркий праздник весны солидарности трудящихся. Мы, как говорится, живем не прошлым веком, а живем настоящим. Преемственность поколений важна не только для старшего поколения. Свою ответственность за сохранение лучших традиций особенно чтут работники сферы образования. Всю жизнь 1 мая был праздник, родители наши ходили, дедушки, бабушки. Мы продолжаем традицию и думаю, что дети наши также будут поддерживать эту замечательную традицию. На площадь советов вышли представители промышленности, предприниматели из сферы торговли и услуг, а также люди, которые обеспечивают работу городской инфраструктуры. Представители здравоохранения и других социально важных служб не только подготовили к демонстрации плакаты и транспаранты, но и украсили транспортные средства. Газпром газораспределения УФА в городе Кумертау занимает ведущие места в общем рейтинге среди всех филиалов Газпром газораспределения УФА. Мы встречаем работников этого славного предприятия. Представители некоторых коллективов проделали путь от вечного огня и только после этого их увидели ветераны и градостроители с почетных мест на площади советов. Настолько масштабным было шествие. Предприятия, чьи колонны шли замыкающими, начинали движение с обеих сторон улицы Пушкина. Многие демонстранты перед фактическим выходом на центральную площадь имели возможность пообщаться с другими колоннами и, конечно же, поделиться впечатлениями с журналистами. Это, наверное, сплочает. Немножко углубляемся в наши традиции, которые позабыты. И вообще, я считаю, что это большой праздник, который нужно каждый год проводить. Первомайская демонстрация стала важной не только для тех, кто помнит советские традиции, но и для учеников. Конечно, это особая дань истории нашей страны и наша обязанность сохранять традиции. Школьники относятся к первомайской демонстрации со всей ответственностью. Одни говорят о празднике серьезно и с гордостью, других переполняет радость. И главное для них это эмоции. Это начало такого самого летнего сезона. Начало труда. Это праздник такой светлый, яркий. И сейчас все люди здесь собрались на демонстрацию. Каждая из своей организации выходит. Море улыбок, радости. И я здесь сейчас, как доброволец, тоже иду со своей организацией. Это очень хороший праздник. Некоторым ребятам радость приходится сдерживать. Они идут с троевым шагом, и каждое лишнее движение здесь очень заметно. Однако это не мешает ребятам думать о приближении каникул. Эмоции замечательные. Праздник. Скоро лет. Роман Бекулов, Ярослав Кондратьев, Владимир Кузьмин. Телекомпания «Арис». Телекомпания «Арис». Телекомпания «Арис». Продолжение следует...